Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царей и сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. В 17-й год Факея, сына Рымалина, воцарился Ахаз, сын Иофама, царя Иудейского. То есть это династия царя Давида. 20 лет был Ахаз, когда воцарился и 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов израилевых и совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Мне кажется, вот такую ужасную метаморфозу среди иудейских царей мы можем объяснить тем, что они в какой-то момент породнились с израильскими царями, когда брали их дочерей за себя. И грех Иераваама таким образом вошел в дом царя Давида. Но вот этот правитель как бы превзошел всех. Он сына своего провел через огонь, что прямо запрещено в законе Моисеевым, что через огонь проводить детей нельзя. Чаще прохождение через огонь – это был культ языческого Молоха, которому поклонялись. И то, что он делал, этот правитель, он не просто разрешал, чтобы были курения на высотах, мы прочитали, что он сам совершал жертвы курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Что значит «под всяким тенистым деревом»? Такое же, наверное, физически невозможно. Под всяким деревом. Имеется в виду, что он пользовался каждой возможностью совершить акт идолопоклонства. И не упускал случая, там, где такая возможность ему предоставлялась. И далее мы читаем. «Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рымалин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли». С одной стороны, он как бы перенимает грехи царей израильских. Мы прочитали, что он ходил их путями. А с другой стороны, против него выступает израильский царь вместе с сирийским. То есть Бог наказывает людей их грехами. И посмотрите, как в 90-х годах у нас преклонялись перед Америкой, перед Евросоюзом. Но Господь действительно, когда мы совершаем такой акт идолопоклонства, перед каким-то образом жизни преклоняемся, потом этими же людьми, перед которыми мы поклоняемся, Господь ими же будет нас наказывать. И вот этот иудейский царь, потом Игдавида, который ходил путем царей израильских, теперь израильские цари пришли, чтобы уничтожить его, чтобы отобрать его царство. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Илаф и изгнал иудеев из Илафа, и идумияне вступили в Илаф и живут там до сегодня. То есть мы видим, как постепенно территория за территорией отделяется от народа Божия. «И послала Ахаз послов к Фегла Фелласару, царю ассирийскому, сказать, «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя ассирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». То есть он посылает к царю ассирийскому, у которого были конфликты с Израилем, чтобы он ступился за него против Израиля и против сирийцев. «И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем, и в сокровищницах дома царского и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царя ассирийский, пошел царь ассирийский в Дамаск и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Арицина, то есть правителя Сирии, умертвил». Такое впечатление создается, как будто казна церковная, она как бы неиссякаемая. Они все время там что-то находят, когда начинают искать в храме, и в доме царском тоже что-то находят для того, чтобы откупаться в самые критические моменты. «И пошел царь Ахаз навстречу Фегла Феласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз курии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его». То есть он увидел языческий жертвенник, который был в Ассирии, в Дамаске, и в то время как бы Дамаск относится к Ассирии, потому что был захвачен, и он чертеж этого жертвенника, ему понравился этот языческий жертвенник, он направил в Иерусалим. «И построил священник Урия, жертвенник, по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска». То есть скопировал вот этот языческий жертвенник, языческое копище. «И пришел царь из Дамаска, и увидел царь-жертвенник, и подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву, и сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник». То есть получается, что он престился к конструкции этого жертвенника, а божий жертвенник, который был посвящен истинному Богу, он как бы оставил в небрежении. И мы читаем 14 стих. «А медный жертвенник, который пред лицом Господнем, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и Домом Господнем, и поставил его сбоку всего жертвенника на север». Вот это, конечно, было неправильное такое действие. Зачем нам перенимать что-то у язычников, это недопустимо. И посмотрим, какое объяснение нам предлагают учителя церкви. Ориген, это его гамилия на книгу Иеремия, пишет. «Если вы скажете, за что Господь, Бог наш, сделал нам все это зло, то отвечаем, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». Следует осмыслить буквальный смысл. И в настоящий момент достаточно напомнить его тем, кто способен слышать буквальные значения. Итак, сыны Израиля имели святую землю, храм, дом молитвы. Они должны были служить Богу, но приступая к божественной заповеди, они служили чужим богам и принимали идолов Дамаска, как написано в книгах царств, и приносили чужих языческих богов в святую землю. И за то, что они принимали этих языческих идолов, они сделали себя достойными быть изверженными в землю идолов и остаться там, где поклонялись идолам. земля Израиля, она была славна тем в глазах Божьих, что Иисус Навин и царь Давид, они уничтожали там идолопоклонство. И судьи израильские тоже уничтожали идолопоклонство. Но когда еврейские цари начинают совершать поклонение идолам, то Господь готов как бы пойти к ним навстречу. Но если вы поклоняетесь идолам, тогда я вас сгоню с этой земли и будете жить в окружении идолов. В Вавилоне будете жить, в Осирии будете жить. Если вы так любите этих идолов, то вы не должны жить на земле Эра Цесраэль, которая есть святая земля, посвященная Богу. Потому что в то время это была территория Бога, и никто не имел права здесь провозглашать какие-то другие культы. То, что называется по-еврейски Авата Зара, какое-то чуждое служение вводить. И мы читаем далее. И дал приказание царя Ахаз священнику Урии, сказав на большом жертвеннике, «Сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякой кровью всесожжение, и всякой кровью жертв окропляй его». А жертвенник медный останется до моего усмотрения. То есть божий жертвенник, значит, они поставили где-то сбоку, медный жертвенник, а вот этот срисованный у язычников становится их святилищем. Так что же удивляться, что пройдет немного времени, и они потеряют всю эту землю, потому что Господь поругаем он не бывает. Но меня тут удивляет действие этого священника Урия, как я понимаю, он первосвященник, который, безусловно, выполняет все приказы царя. Вот такое положение называется цезарепопизм, когда светская власть командует церковными властями, и те во всем подчиняются светской власти. Цезарь попизм в некотором смысле умывает значительно хуже, чем попизм, когда духовные лица начинают управлять светскими властями. Ведь мы знаем, что ни один правитель не может даже кадила принести, ни один царь не может даже кадила принести пред лицо Божие, а каждый священник, диакон совершает окождение, это как бы в порядке вещей. И то, что делает Урия, конечно, очень печально. И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. «И обломал царь Ахаз ободки у подстав, то есть он начинает уже портить священные предметы, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол». Просто разбирает всякие предметы, которые были связаны с почитанием Бога единого, и которые были установлены по прямому Божьему указанию. «И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского». А почему царь Ассирийский? Такую реформу затеял этот правитель Ахаз. Все как бы на чужой образец. И это печальное явление, когда мы начинаем подражать представителям других религиозных групп, которые никакого отношения к нашей религии могут и не иметь. Прочие об Ахазе и что он сделал написано в летописи царей иудейских. «И почил Ахаз с отцами своими, погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился из Икия, сын его, вместо него». Посмотрим, какой еще комментарий есть у отцов по поводу этого Ахаза. Это будет комментарий Феодорита Кирского. Это его работа, которая называется «На спорные вопросы». «Кому Ахаз повелел воздвигнуть жертвенник в храме Божьем? Я не думаю, что он устроил его Богу всяческих, но скорее какому-нибудь из лжеименных богов. Ибо на это намекает книга Паралепименон. Сказано так, и Ахаз продолжал отступать от Господа и сказал царь Ахаз, взыщу богов дамасских, поражающих меня, и сказал, что боги царя сирийского помогают им, поэтому принесу им жертвы, и они помогут мне». И были они нападения ему и всему Израилю. То есть логика Ахаза была такая. Если вот ассирийцы и сирийцы одерживают победу над народом Божьим, значит, их боги, они сильнее. И он начинает приносить жертвы вот этим богам, не понимая того, что поражение, то он терпит не от богов языческих, которых вовсе не существует в духовном мире, а он терпит поражение именно за то, что он допускает культ чужих богов и поклоняется им. И за это бог истинно от него отвернулся. И далее. И это ясно показывают следующие слова. «И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил их, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме». То есть он уже как бы не ограничивается местом храмовой горы, он по всем углам начинает ставить какие-то жертвенники. Об этом говорится в книге «Парли поминон», 28 глава, 24 стих. «Он соделал эти и другие подобные тому дела, и это отмечает и сама книга царств, ибо сказано, и пошел царь Ахаз навстречу Фегла Фелосару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаск, и послал царь Ахаз Курия, священнику изображение жертвенника, и чертеж всего устройства его». Итак, продолжает Феодорит Кирский, он тот час переставил медный жертвенник, который построил Соломон, и поставил на его место новосооруженный. И о том, что случилось с ободками, подстав показывают следующие слова, ибо сказано, «И обломал царя Ахаз ободки у подстав и снял с них умывальницы. Он дерзнул совершить и другие нечестия, ибо он передвинул врата царских покоев внутрь Божьего храма, саделав из священных пределов проход». Чтобы там как-то удобнее было заходить в храм, но самое страшное, что он делает, он как бы закрывает двери храма для народа Божия и открывает для идолов и для ложного поклонения. То есть судьба этой земли уже предрешена, пройдет всего немного времени, и все здесь будет уничтожено. Итак, сегодня мы с вами читали 16 главу четвертой книги «Царств». В следующий раз, если будем «Живо Господь позволит», мы будем читать 17 главу этой же книги. Субтитры создавал DimaTorzok